Проект каталитическое отопление помещений экономия в 4 раза. Суть проекта это использование катализаторов для разложения продуктов сгорания органического топлива. В обычной теплотехнике дым нагревает котел, в котором находится вода и нагретая вода подается по трубам в помещение. Для чего это осуществляется? Потому что большое количество вредных веществ, которые мы видим в виде дыма, его нужно отделить от тепла. Как раз вода является теплоносителем, а дым с большим количеством, больше половины энергии произведенного улетает в трубу в атмосферу. В нашем случае все тепло, все газы попадают в отапливаемое помещение, то есть на улице не выкидывается ничего. Оборудование состоит из двух частей. Первая часть это обычная газовая горелка прямого отопления, газовый воздухогреватель прямого отопления. И вторая часть это каталитический фильтр, который является пассивной насадкой на воздухонагреватель. Мы не производим отопительное оборудование сами горелки, мы их покупаем на рынке. Мы их оснащаем каталитическим фильтром, через который проходят все продукты сгорания. На его поверхности происходит разложение. Если при обычном сгорании образуется угарный газ, то на катализаторе он разлагается до углекислого газа и воды, CO2 и H2O. Вместо вредных веществ получается нейтральное. В наших катализаторах не используется драгоценный металл. Они представляют собой керамический сотовый блок. По сути это кирпич пластичного формования с большим-большим количеством дырочек. Поэтому если говорить честно, то себестоимость производства сот сравнима со стоимостью производства кирпича. Изобретение реально уникальное, аналогов оборудования нет в мире. Изобретение принадлежит институту катализа Российской академии наук город Новосибирск. Компания учреждена с участием института катализа. Единственной целью компании является внедрение в бизнес изобретение института катализа. Наше оборудование более 8 лет используется для отопления хозяйств в Новосибирске. По их данным экономия в 3-4 раза. Наши потребители не понимают смысла работы наше оборудование. Нашей компании и технологии в частности нужна поддержка. Мы обратились в агентство энергетических инициатив для информационной поддержки части федеральных министерств. Например, то, что сейчас обсуждается по телевизору, Дальний Восток затопленный. Я сам видел репортажи, где покупаются электрические тепловые пушки, причем больших количеств, для осушения затопленных влажных домов, подвалов и так далее. Электричество стоит в 10-15 раз дороже, чем газ. Соответственно, наше оборудование великолепно подходит под такие цели. Мы общаемся с МЧС в дежурном режиме, но я думаю, что с поддержкой агентств энергетических инициатив это деятельность придется честно быстрее. Есть некоторые проблемы при работе с регионами. Поддержка оси это тоже хорошая вещь. А перспективы развития нашего проекта они однозначны. Есть аналогия с автотранспортом. Во время союза не все жигули оснащались нейтрализаторами. Сейчас не выпускается автомобиль без нейтрализаторов. То же самое будет с категорическими фильтрами. Перспективы технологии 10-20, максимум 30 лет. Она охватит весь мир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...